Существует небольшая прослойка актеров, которые на какой-то непродолжительный отрезок своей карьеры получают большую известность. Но на ступень выше подняться уже не успевают, так как куда-то исчезают. Это актеры, которые вроде бы есть, а потом их вдруг нет. Когда тонут суперзвезды, они обычно делают это долго. Могут даже потопить кого-то рядом просто за компанию. С теми, кто до этой ступени не дополз, уже сложнее. Часть из них тоже цепляется за все подряд, а часть Джеймс Кевизл. Те, кто смотрят сериалы, не теряли из вида Джеймса так надолго. Но для остальных Кевизл после одного большого кассового хита просто испарился. Сейчас Джеймс выплыл, и его новый небольшой независимый фильм «Звук свободы» рвет кинотеатральный прокат. История с ним связанная немного специфическая, и в конце я обязательно к этому фильму вернусь. В общем, когда еще вспомнить о Джеймсе, если не в тот момент, когда его голова показалась над водой? Скорее всего, такого актера, как Джеймс Кевизл, мы бы никогда не узнали. Возможно, знали бы такого баскетболиста, как Джеймс Кевизл. До 20 лет баскетбол был главным в жизни Джеймса. Но на его пути встала травма, как и у известного хоккеиста Киану Ривза, после которой профессионально заниматься баскетболом Кевизл уже не мог. Так что пришлось идти в актера. Особых знакомств Джеймса не было, и начинать ему пришлось с пятого справа в третьем ряду. Он пробежал и через фильм Киану Ривза «Мой личный штат Айдахо». Если очень постараться, то заметить его можно и в грандиозном ковбойском провале Кевина Костнера под названием «Уайт Эр». Все эти, без сомнения, отличные роли никак ему не помогали. Но уже позднее его роль в скале породила разные шутки про злобного Иисуса, который разнес Алькатрас, чуть не прибив испуганно размахившего руками невероятно талантливого племянника. Алькатрас взлетел на воздух так красиво, что в своем следующем фильме Кевизл уже научился говорить больше пары фраз. Этим фильмом стал «Солдат Джейн» режиссера Ридли Скотта. Роль у Кевизла была небольшой, но заметной. Ему даже позволили немного поистерить. И хотя режиссер Теренс Малек это никогда не подтверждал, считается, что благодаря именно этой роли Кевизл попал в фильм «Тонкая красная линия». И здесь над Кевизлом сошелся весь возможный парад планет. Снимал фильм уже упоминавшийся режиссер Теренс Малек. Для него это был первый фильм после 20-летнего перерыва. В 70-х он снял «Дни жатвы и пустоши», вокруг которых от восторженных воплей скончалось несколько критиков. Когда Теренс в конце 80-х решил снять свое новое кино, рядом с ним стали бегать все продюсеры Голливуда. И он смог выбить полный творческий контроль над будущим фильмом. Контроль этот включал в себя подбор актеров и отсутствие продюсеров на съемочной площадке. Всем им было запрещено появляться в Австралии. Там снимали большую часть картины. Так что актеров Теренс подбирал несколько лет. Все суперзвезды Голливуда выстраивались в очередь. Роль, которую отдали Кевизл, хотел получить Брэд Питт. Малек с ним встречался несколько раз, но все-таки отказал. Отказал он и Брюсу Уиллису, который, как и Питт, хотел сняться в фильме за 1 доллар. И предлагал при этом оплатить перелеты всей съемочной группе. Разрешили сниматься за доллар по итогу только Шону Пенну. Хотел заполучить роль Кевизл и Эдвард Нортон. Но на прослушиваниях Эдвард стал демонстрировать свое умение импровизировать. И на этом все внезапно закончилось. Предпоследним на пути Кевизл мог стать Николас. Малек общался с ним по поводу роли. И, как он говорит, сам после долгих раздумываний нашел актера вполне талантливым. Но когда он попытался ему перезвонить, чтобы выдать одну из ролей, тот вдруг не ответил на звонок. Ну а последним промелькнул Джонни Депп. С ним Малек тоже общался в ресторане. Но Депп то ли слишком быстро ел, то ли наоборот ничего не ел. И это режиссера расстроило. Так что Джонни уехал тонуть в жене астронавта. Но и это еще не все. Роль Кевизл была довольно скромной по хронометражу. Он не предполагался одним из главных героев. Главным героем фильма был Эдриан Броуди, как и в оригинальном романе, по которому снято кино. Режиссер стал менять все уже по ходу съемок, из-за чего случился конфликт с продюсерами. Они были в таком бешенстве, что стали раздавать разные интервью в прессе, где называли Малика самыми нехорошими словами и рассказывали, как и что они с ним позднее сделают. Из-за строчек в контрактах, которые пишут мелким шрифтом, оказалось, что ничего подобного они говорить не могли. И позднее, чтобы избежать разных судебных разбирательств, они вынуждены были согласиться на требования Малика, исключающие их нахождение на премии Оскар. Фильм получит 7 номинаций, но дерзкие продюсеры посмотрят церемонию, уже по телевизору. В общем, первый монтажный вариант фильма шел 5 часов. Единственным условием студии было то, что фильм не может идти больше трех. Так что произошел момент легендарной резни. Из фильма был полностью вырезан Микки Рурк, у которого была одна из главных ролей. Не осталось намеков и на Билла Пуллмана, у которого тоже была внушительная роль в фильме. А Эдриан Броудис, считавшийся главным героем и снявший наибольшее количество сцен, вдруг превратился в какого-то Эдриана Броуди, который несколько раз мелькнул на фоне. Броуди говорил, что присутствовал на премьере и был доволен как слон, так как считал себя главной звездой фильма. И только во время просмотра узнал о том, что он теперь в лучшем случае покоритель третьего ряда. Ну а Джеймс Кэвизл наоборот получил больше времени на экране и стал одним из четырех титульных героев. Хотя предполагалось, что за ним будет второй план. Сам он неоднократно подчеркивал, что вся эта ситуация с тонкой красной линией сделала ему карьеру. И если бы все пошло немного иначе, то скорее всего его карьера так и осталась бы где-то на втором-третьем плане. В прокате фильм прошел не очень удачно. При бюджете в 52 миллиона собрал он 98. Но критики носили всех на руках. На фестивалях его заваливали премиями и в наши дни лента считается одной из знаковых. Так что карьера Кэвизл резко взлетела. Из забавного рядом в прокат попал фильм Погоня с дьяволом, где у Кэвизл роль как раз третьего справа во втором ряду. Но после тонкой красной линии его завалили предложениями и первым на котором он откликнулся стала радиоволна. Радиоволна очень долго пробивалась к большим экранам. По ходу препродакшена у фильма сменилось несколько актеров и режиссеров. В середине 90-х проектом интересовался Сильвестр Сталлоне. А режиссером фильма был подписан Ренни Харлин, поработавший со Слаем над тем же Скалолазом. Но переговоры со Сталлоне затянулись. Актер требовал 15 миллионов долларов за свое участие. А студия соглашалась лишь на 10. По итогу Сталлоне ушел из проекта, вслед за ним от постановки отказался Ренни Харлин. После них проектом интересовались Мэл Гибсон и Харрисон Форд. Первый не смог сняться в фильме из-за загруженности графика. А Харрисон, как и Сталлоне, хотел слишком много денег. Так что много смеялся, когда ему предложили всего 10 миллионов. После того, как от фильма поочередно отказали все главные звезды Голливуда тех лет, продюсеры пошли на существенное сокращение бюджета будущего фильма. Вместо запланированных 50 миллионов, в итоге на картину потратили лишь 30. Поэтому они стали искать актеров попроще и здесь как раз заметили взлетевшего Кевизела, который стоил недорого и вроде как был на слуху. Скромный результат в прокате связывают с переносами. Первоначально фильм должен был выйти еще в 99. Но тестовые показы прошли не очень здорово, из-за чего ленту пришлось немного порезать и доснять пару эпизодов, на которые потратили 1 миллион. Случившийся перенос сорвал уже стартовавшую рекламную кампанию. Перенесли фильм на 6 месяцев и когда он все-таки добрался до экранов, его уже особо никто не ждал. Возможно в новую рекламную кампанию просто никто не вкладывался и потратили только то, что оставалось. Хотя зрителям кино понравилось, в прокате при бюджете в 31 миллион собрать удалось только 68. Может быть на носителях у фильма все хорошо, но здесь никаких данных нет. Это актера немного приземлило и он стал подписываться на роли в небольших фильмах или на второй-третий план как в том же заплатить другому. Но в 2001 году он все-таки попал в большой студийный фильм, чтобы провалиться по-настоящему с ворохом золотых малин. И это естественно был фильм Дженнифер Лопес «Глаза ангела». Считается, что Кевизела выбрала лично Лопес. Когда из-за конфликта съемочных графиков к фильму не смогли подтащить Аарона Экхарта и Джеймса Марсдена, Лопес попросила узнать, свободен ли сейчас актер, которого она видела в тонкой красной линии. Сама актриса говорит, что даже не знала его имени, но в фильме он ей очень понравился. Почему Джеймс согласился, наверное, многие догадываются. Здесь тебе и ангелы в названии, и в сюжете имеется религиозная ДНК. А Кевизелл очень верующий. Он и учился в католических школах, и родители его каждые выходные обязательно шли в церковь, куда вели его. Этот религиозный момент тянется через всю его карьеру. В прокате фильм собрал 29 миллионов при бюджете в 53. Но как-то сказаться на карьере Кевизелла он не успел. Еще до его выхода он подписался на два фильма «Особо тяжкие преступления» и «Граф Монте-Кристо». В «Особо тяжких» у Кевизела была роль второго плана, а вот в «Графе Монте-Кристо» уже одна из основных. Любопытен этот фильм по многим причинам. Режиссер здесь Кевин Рейнольдс, чья карьера сильно пострадала из-за провала водного мира, где его со съемок прогнал большой друг Кевин Костнер. Это и один из первых фильмов известного ПК боярина и фаната красных сапожек Генри Кавилла. Ну и куда без отличной байки про Арнольда Шварценеггера, который должен был бегать в фильме вместо Джеймса Кевизела. Тогда кино должно было быть немного другим. Стабильно для таких проектов сценарий 10 раз переписывали и Арнольд отказался, так что пришлось брать Кевизела. Первоначально они с Гаем Пирсом были подписаны на другие роли, но позднее их поменяли местами, так как продюсерам показалось, что так будет лучше. Да и актеры вроде как были согласны. Неприятности у этого фильма случились из-за возрастного рейтинга. Предполагалось, что это будет детское кино для студии Дисней. Но продюсеры и режиссер переборщились с суровостью, кино получило подростковый рейтинг. Так что студия Дисней сильно срезала рекламный бюджет и занималась фильмом уже ее отделения, что могло сказаться на прокате. При бюджете в 35 миллионов собрать удалось лишь 75. Но это кино пользуется огромной популярностью на Западе. От романа Александра Дюматом остались только имена до названия. Так что наш зритель не очень хорошо к нему относится. И на том же кинопоиске у него всего 6000 оценок, со средним баллом 6.6 из 10. А вот на американском аналоге у фильма 140 тысяч оценок и средний балл 7.7 из 10. Что по любым меркам очень круто. Так что есть вероятность, что у фильма все было хорошо на носителях, но каких-то доказательств, кроме зрительских оценок нет. Столько провалов и недоборов подряд сказывались на карьере Джеймса. И он уже стал сваливаться в бюджетные картины вроде «Меня зовут Дэвид» и «Шоссе смерти». Которые даже со своими бюджетами в 10 миллионов тоже проваливались. Здесь бы он и закончился, но помогла Вера. Ну и немного Мел Гибсон. Вокруг этого фильма очень много разных мифов и легенд. А еще это любимый фильм Джеймса Кевизела и Мела Гибсона. Так что они охотно рассказывают разные истории. Гибсон обычно рассказывает о том, как он ловко заснял какой-нибудь эпизод. А Кевизел рассказывает о том, как на него падал крест, как его били ногами по лицу и по всем прочим важным местам организма, который он пытался безуспешно защищать. Какой-то Индиана Джонс даже прошелся по нему кнутом пару раз со всей молодецкой удалью. Так эффектно, что Джеймс пару дней на площадке передвигался в стиле ниндзя, так как разогнуться было тяжело. Ну и естественно, это байка о том, как в него попала молния. К этому моменту все относятся по-разному. Возмущенные такой постановкой Мела Гибсона, говорят, что Всевышний, разозлившись на Мела, попал по Кевизелу молнией в наказание за ерунду, которую они наснимали. Почему, наказывая Мела Гибсона, удар был нанесен по Джеймсу Кевизелу, не уточняется. Ну а защитники фильма, понятное дело, попадание и живучесть Кевизела трактуют иначе. Мол, случайность, а выжил он, потому что сверху все были на его стороне. Есть еще версия, что Кевизел просто находился в позе ниндзя и был близок к земле, что его и спасло. Ну и крест, находившийся рядом, принял на себя основной удар. Наказали и помощника режиссера. Он суетился вокруг дымящегося Кевизела, маякуя зонтиком на вытянутой руке, так что тоже был назначен избранным. Но если Кевизелу сожгло все волосы, то помощник Гибсона получил незначительные ожоги и сильнее всего пострадал зонтик. Кевизела выбрал лично Гибсон. То, что актер сильно верующий, Гибсон знал и потому считал, что он идеально подойдет. Правда, когда Кевизел согласился, Гибсон его какое-то время отговаривал, уверяя, что ему крепко достанется и на съемках и после съемок, за участие в столь противоречивом фильме. Но Кевизел был согласен на все, особенно когда понял, что ему будет 33 года во время съемок фильма. Своё название лента получила не сразу. Гибсон хотел назвать ее просто Страсть. Но возникла проблема со студией Мирамакс, которая тоже собиралась использовать подобное название в своем будущем фильме. Решив не устраивать гонки, Гибсон добавил Христа. Так как большие голливудские студии шарахались от фильма как от огня и Гибсону пришлось финансировать кино из своего кармана, бодание с крупной студией за название он просто не мог себе позволить. Сам фильм сняли всего за три месяца и обошелся он в достаточно скромный 30 миллионов долларов. В наши дни большими предпродажами билетов уже никого не удивить. Но в 2004 году здесь рухнуло столько рекордов, что побить их смогло только пробуждение силы через 10 лет. Страсти Христовы стали самым кассовым религиозным фильмом в истории без учета инфляции. Стал он и самым кассовым фильмом в истории США с взрослым возрастным рейтингом. Заодно он стал самым кассовым фильмом, который был показан субтитрами. Американцы почти все фильмы не переводят и крутят их субтитрами. И субтитры эти читать никто не хочет. Так что собирают кассу только избранные. Но с субтитрами крутят фильмы на других языках из-за того, что зарубежное кино никто не хочет смотреть. И перевод себя просто не окупает. Может быть здесь везде есть некая связь, но никто не хочет разбираться. Когда-то проверили и оказалось, что толку нет. Так что теперь переводят разве что Миядзаки. Да и то раз в 10 лет. Страсти Христовы не иностранный фильм. Но Гибсон снял его на латыни и арамейском. Так что в штатах он тоже шел с субтитрами. 100 миллионов долларов заработанных с проката фильма Гибсон перевел общество традиционного католицизма. Заработал Гибсон больше. По самым скромным прикидкам с учетом кассовых сборов и позднее продаж на носителях и телевидении. Гибсон заработал более 400 миллионов долларов. Но 100 миллионов цифра все равно мощная. При бюджете в 30 миллионов только в прокате фильм собрал 609. В такой гигантской кассе обычно обвиняют все организации, которые накинулись на Кевизала и Гибсона с проклятиями. Шум был такой силы, что о фильме узнали даже те, кто не хотел о нем ничего знать. Это был отличный результат и на карьере Кевизала он должен был сказаться. Но рядом со страстями утонули в прокате окончательный монтаж и Бобби Джонс. За ними в пропасть улетел и триллер 5 неизвестных. Скромно в прокате выступил и дежавю Тони Скотта, где у Кевизала была роль второго плана. Вся надежда была на дорогостоящий фантастический боевик, в котором у актера была главная роль. Этим фильмом были Викинги против пришельцев. В одном из видео я уже касался этого фильма. Это был проект Долгострой, который пытались снять с конца 90-х. Но там мешали провалы разных 13 войн. Потом стал мешать бюджет, который оценивался в 100 миллионов долларов. Когда такие деньги найти не смогли, из фильма стали разбегаться люди. Одним из них был Карл Урбан, мечтавший стать знаменитым. Побоявшись эффекта викингов против пришельцев, он перебежал в другое кино про викингов и чуть не закончил свою карьеру, полностью с ним провалившись. Но заменившему его Джеймсу Кевизалу, получившему за свое участие 5 миллионов долларов, повезло еще меньше. Фильму постоянно уменьшали бюджет. И когда съемки стартовали, потратить на фильм решено было лишь 47 миллионов. Да и то обычно утверждают, что часть из этих денег это почти 10 лет разработки, создания прототипов и переписывания сценария. То есть на сам фильм ушло миллионов 35. Сняли фильм в конце 2006 и повезли на тестовые показы, где стало понятно, что за работой с ним вряд ли что-то получится. И после премьеры продюсеры станут не миллионерами, а властелинами дырки от бублика. На ремонт ленту не повезли. Кино сильно порезали и стали двигать премьеру. С 2007 года на начало 2008, а потом и на его конец. В Штатах картину списав и вовсе выкинули в прокат в начале января 2009, даже не пустив широкий прокат. Собрать удалось всего 160 тысяч долларов. В остальном мире лента добыла еще 7 миллионов. По карьере Кевизала этот провал нанес серьезный удар. Он стал сниматься либо в бэшках, либо в фильмах разной религиозной направленности. Но нельзя сказать, что Кевизал уехал в фильмы неопределенной категории. Он снимался редко и в 2011 здорово пристроился в сериале в поле зрения. На своем пике, который пришелся на второй и третий сезоны, Шоу входило в топ-10 самых просматриваемых сериалов на эфирном телевидении. Со вторым сезоном удалось пробраться даже в первую пятерку, на пятое место. Но на четвертом сезоне Шоу резко просело и последний пятый сезон у сериала вышел уже сокращенным, а своими рейтингами пробил дно. Бегая в сериале, актер иногда появлялся в фильмах, которые получали кинотеатральный прокат, обычно это были все те же религиозные картины. Но заметить его можно было и в фильме «План побега», где его хотели как-нибудь наказать Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер. Закончив сериалом, Джеймс появлялся в фильмах раз в год. И теперь это уже были только ленты, направленные на консервативную аудиторию. В 2018 при бюджете в 5 миллионов неплохо выступил в прокате «Павел Апостол Христа», в котором у Кевизала была главная роль. Провалившись в 2019 году с похищенным, актер вернулся уже в 2023 с фильмом «Звуки свобода». И этот фильм с бюджетом в 14 миллионов уже собрал в американском прокате больше 120 миллионов. Речь в нем идет о торговле детьми. И снова, как в случае со страстями, на стороне Кевизала выступает большое количество организаций, которые изо всех сил ругают и топят кино. В самом фильме нет особых провокаций, но в основе его реальная история человека, который постоянно обвинял руководство США в бездействии. Плюс Кевизал тоже консерватор и известен своими политическими высказываниями, которые большей частью Голливуда не одобряются. Бывает, на эти его взгляды списывают и невзлетевшую карьеру. Так что его новое кино попало под пресс. Обвиняли авторов и в накрутке кассы с кубкой, а потом раздачей билетов бесплатно. Правда, когда лента собирает уже 120 миллионов и по итогу проката точно уйдет за 150, все это не имеет никакого значения. Кевизал неожиданно получил большой кассовый хит. В силу возраста актера уже 54 и прочих нюансов, этот успех вряд ли как-то позитивно скажется на его карьере. Но судя по всему, для него это не особо важно. В своем религиозном направлении он себя очень неплохо чувствует. Относится к нему обычный зритель тоже неплохо. И существовать в своем небольшом ответвлении он сможет и дальше. Спасибо за внимание и оставайтесь на связи. Продолжение следует... Продолжение следует...